Рейма будет давить у нас в кухне, ну и бустер тут у нас тоже будет на прямое столкновение с рейлом и с пятым. Ой-ой-ой, дав кост, есть минус по кикерту, 3 в 5 остается Якиндар, Джейм и Санджи. Ну и пока я все-таки говорил, погибаю почти полностью у команды Virtus.pro. Якиндар один против пятерых. Инда не потеряли ни одного игрока по ходу этого раунда, это жестко, это жестко. Да, красиво разобрались пистолетом, фу-фу-фу, но Якиндар тоже не промах и поставил великолепный хэд по Фловину. Инда занимает центр, ну в принципе все стандартно с их стороны в этом раунде. Видим, как уже несется бомба в направлении Аплента, Джейм убивает Рейлвея, попадает под дав кост, его добивает Якиндар, Х5 на размене, но тут парень жесткий. Да, и уже есть большинство как раз-таки для Virtus.pro. Да, Андрей бы ковров. Время позволяет, тем более, ну вот. Но если и действовать таким образом, то незамедлительно, но Х5 врывается в коннектор, убивает бустера и последний кикерт под коврами. Вся надежда на него. Может тут нарешать, но нет. Хардфриск тут же прочекивает кикерта. Ну, видимо, у Якиндара есть дигл. Флешка у кикерта, но расстановка сил защиты. Абсолютно стандартно, Якиндар! Вот это попадание по дав косту. Хорошее начало раунда, но вот жаль, что это единственный дигл в арсенале команды Virtus.pro и Джейма хочет отпускать. А вот Якиндар еще один минус находит по хардфриску. Это уже вторая голова в этом раунде. Фловиан убивает бустера на шарфу. Якиндар будет пытаться еще перевернуть этот раунд. Да, конечно же, китов нету, армора нету. Но в любом случае нанести демэдж по экономике это будет приятно. Джейм подобрался вплотную к рейлвею. Есть минус. Но этот минус приносит ему только тег. Да. Игроку Virtus.pro в окно, но прострела. Да, но тем не менее, Джейм еще торопают дав кост, да и тут же Кикерт убивает x5. Фловиан у нас будет с ковров. Есть минус по Джейму, но тут же его, скорее всего, возможно и Кикерт разменяет. Есть у нас еще игрок в джангли, это Якиндар. Все прицеры просто прикованы к выходу с аппарта. Пусуется Джейм. Ой-ой-ой. Промазывает. Неочевидный выстрел, но в любом случае живой. А вот Якиндар не справился с управлением. Все еще есть большинство для Virtus.pro. Падает Джейм от выстрела дав коста. Жесть. Три в три, 20 секунд до конца раунда. x5. Бегется против бустера. Тот с ВП. Ловит, наверное, на том, что не профильный снайпер, но при этом x5 не убивает соперника. Вот Кикерт падает. Это опять два в три ситуация. Бустер вместе с Санжо. Есть два красных у Инда и Рая. Падает x5 в окне. Дав кост на КТ и его тиммейт будет отыграть из ковров, но в этот раз ВП уже точно сейвит. Вроде как. Да, самый неочевидный раунд. Virtus.pro по итогу отдают. Санжо еще, конечно, попытается поубивать 2-2, дабы не дать заставить, но дав кост. Слышал у нас Санжара. Тут же его убивает. Бустер уносит АВП в следующий раунд. И, возможно, да. Дает минус по дав косту. Вот так вот. Молик у нас от бустера. И пропускает туда атакующих. Индер выпадает с окна. Убивает x5. Еще тушит себя. И спокойно уходит с этой позиции. Словен был замечен под ямой. Пытается пропикать агрессивно. Вертус проливает с этой позиции. Бустер убивает рейлвей. Ну и как-то Инда и Рая перестреливают сейчас абсолютно на каждом участке карты по одному. И убивает дав коста. Про x5 информации нет. Возможно, сейчас Санжара подловит. Есть. Килл по Санжи. Набывает для себя коллаж x5. Три в три. Кикерт убивает Фловена. Уже есть минимальное большинство для Virtus. Про. Пустер уже подозревает про x5. Хартфриск у нас красный в яме. И мы должны закрывать Virtus. Про этот раунд не просто. Хартфриск убивает у нас Кикерт. А один в два остается Джейм. Ну, это уже Джейм тайм. Это сейв. В тир-1 в Counter-Strike. Постоянно что-то ему не хватало. Ну и долгое время он за Spirit еще играл, по-моему, в составе еще с Бандур. Поэтому были хорошие времена. А вот x5 разменяет Кикерта и Киндера. Добывает для своей команды преимущества. Джейм уравнивает шансы в раунде. Дает минус по Словину. И будет агрессивно пропикивать лаву. Бустер уже находится у них в нуле и будет контролировать всю эту перетяжку. Ой, сейчас будет тяжко. Сейчас с атакующими Джейм прочитал Railway. Да, какой же сочный хетшот. Ну и бустер ставит точку в этом раунде. Круто. В удобном положении для себя в атаке. Думаю, за защиту им будет комфортнее играть. Но, в любом случае, будем смотреть. Икинар есть контакт в мидле. Двоих у нас забирает. Джейм помогает. Просто фраг-парад для команды Virtus.pro. Позорил немного информации. Railway ловит у Секендара в коннекторе. Это уже хорошо. Есть преимущество. Но вот кикер с бустером очень хорошо отрабатывает мидл. Есть уже минус по давкосту. Бустер не спешит уходить с этой позиции. Он хочет еще найти больше преимуществ для своей команды. Есть минус по X5, есть минус по Railway. Это уже 4 в 2. Ой, Джейм, как же убивает хетфриско. И Фловин очутился в такой неприятной для себя ситуации. Один в четыре. Есть тут недалеко от него кикерт. На джангле. 30 секунд до конца раунда. Ну, нет шансов здесь очевидно. Джейм просто ставит точку на его жизнедеятельности и Virtus.pro. Тут же вышли на мидл, парно выпали. По итогу даже одного бустера, по сути, хватило. Джейм, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же залетает неприятный ему по голове от Railway. Все равно есть преимущество у Инда и Рая. Но я думаю, ненадолго. Ой-ой-ой, егендаш. Дымах находит Railway. А тут с Анджесом по девятым нужно фармить и убивать двоих троих. И Flowin опять один в четыре. Но в этот раз у него на целую минуту больше времени, чем было перед этим. Но жить он долго не станет. Поскольку уже два смока у нас полетело на джангл и на головы. Есть у нас Молик под коврами. Кикерт. Залетает ему флешка на Tetris. Есть замечательный минус по X5. Киндар на приемочке ковров. Вместе с Кикстером размосили Flowin опять в два. Очень круто у нас защищаются медведи под Абазой. Принимает решение ливнуть. Замечает его X5. Есть выход уже под б-плэн. Санжи откидывает под себя смокбустер. Не дает килл. Но вот Санжи есть на размену. Убивает старцевиска. Минус по X5. Но есть уже хелпа в виде Якиндара. И, в принципе, вся команда уже здесь. Flowin один на один против Кикерта. Тут падает через окно. Бомба лежит. Вот-вот это все закончится. Но в чью пользу? Очевидно, в пользу Virtus Pro. 10-5. Классно. Нашивает этот дым. Вставляет Якиндару 7 хп. Но бомба установлена. Это значит, что, может быть, и заберут пистолетку в ВП. Кикерта. Убивает хьет Фриска. Давкост на размене. 2 в 3 у Якиндара. 7 хп. Бустер! Это жесткий хэдшот. Мог бы еще попадать по второму. Но отъезжает от Давкоста. Якиндар же летит на центр карты для того, чтобы сыграть на бомбу. У него всего 7 хп. Без армора. Бомба дефузится. Бомба дефузится. Может еще вытащить у нас марок. Не понимают у нас откуда будет выходить. Ну, оп. Ай-яй. Не залетело немножечко. Кикерта сейчас будет открываться с ковров. А вот Давкоста этот момент не читает. Не залетает у Кикерта по Давкосту. Но Джейм сейчас может очень много зарешать в этом моменте. Он абсолютно не читаемый. Но нужно звену под А базой немножечко пожить. Х5 есть минус по Кикерту. Ну, и спокойно разбирается с Санжаром. А вот Джейм уходит делать. Заниматься своими любимыми делами. Настало его время. Тут про убивает двоих. Второй умер Санжа. Тут еще и хьет риск в спине. Джейм. Ну, я думаю, он этого не читает. Кикерт и Якиндар в очень непростой ситуации оказываются. Кикерт падает от Давкоста. Триплкилл от него. И Якиндар один в три. На Тетрисе находится Хьет риск. А Якиндар думает, что он в яме. И на этом, конечно же, все. Подловили его четко. Есть понимание того, что в Virtus.pro могут как раз таки засплитить эту точку. Так, Якиндар двигается по шорту. Рейлвей принимает выход из апартаментов. Но не справляется со стрельбой. Падает Якиндар. И Хёртфриск на Форесте. Заканчивается патроны в калаше. Ни по кому, по-моему, даже не попал. Х5-ый врывает, убивает одного. Убивает второго. Это из 22 в 3. 2 в 2. Что творит Х5-ый? Убил двоих. Флоуэн. Минус по кикерту. В итоге Джейм. Один в два. Замечает Х5-ого. И что только что? Меньше всех на карте настрелял. Не идет у этого парня игра от слова совсем. Так, ну погибает Санджи. Вот он и выход на Б. Рейлвей. Минус по бустеру. Тут и Хёртфриск. Ну и это 11-10. Ё-ё-ё-ёй, Кёртфриск. Жмет, жмет, пливает бустера. И Киндар тоже падает тут. Х5-ого. Да как так? Какой же близкий был момент по итогу. Но НТ. 2 в 2 есть. Ситуация. Битый кикер. Джейм. Еще можно вытащить это все лейнда и рай. Если Флоуэн. Афарус с Х5-ым очень сильно постараются. Ну, для Дигла все равно это получается ваншот. Ну, как минимум Джейм точно ваншотный. А вот Кикерт скорее всего на 2 выстрелился. В зависимости от состояния. Есть по Х5. Ну и Флоуэну нужно давить одного из игроков. Но тут можно перекрестный огонь сделать. Кикерт не подставляет своего тиммейта. Для игроков дефенса. Падает Флоуэн с ящика на котором стоял. Стреляется с бустером. Х5-ый убивает Якиндара под Б. Несется в спину. Уже на плюс В. Кикерт убивает Флоуэна. Давкост на размене. 2 в 3. Бустер красный. Убивает первого. Перезарядка. Не обращать внимание на Хёрд Фриска. Это Джейм. Один против двоих. Засейвить здесь не получится. Бомба уже стоит. Играет под смоком. Ждет три пики от Хёрд Фриска. Кто-то его забайтил. Слышал ли ковры сейчас Джейм? Очевидно, нет. СКТ убивает Х5-го. Несется в спину Хёрд Фриск. 3 хп у Джейма. Сдувает. Просто сдувает Хёрд Фриск. Последнего. Замощнил. Одного Якиндара в коннекторе. Но ему уже дают. Молик Рейлвей. Убивает открывающегося бустера с ямы. Начитает уже Марека в пони. Контролирует. Словен как зверевый. Так. 3 в 3 ситуация. Два секунда конца раунда. Бомба будет выходить. Но здесь уже три опорника. И борьба будет не на жизнь, а на смерть. Размен один в один. Бомба падает на руки Рейлвею. И тот пикать точно не будет. Под него прокидывают молотов. Он вынуждает его открывать знаки Кирта и убивает его. Времени нет. И Джейм отживают. Вот это окончание. Ой-ой-ой. Вроде прицел четко на голове. Но не попадает патрон в эту заветную голову. И Якиндара падает от Х5. Флоуин. С Юспика добивает бустера в смог. Рейлвей не проблемная перестрелка для него. И Джейм один в пять. Сглаков вытащит ли Джейм? Такой класс. Конечно, это было бы что-то нереальное. Могут, в принципе, даже сейчас еще и под Б развернуться. Но этого, конечно же, не будет. По звойке будет игроков входить с ковров. Х5-ый у нас подловил Джейма в окне. С Анжар падает. Словин убивает Кикерта. И остается бустер один в три. Как же круто. Индейрай у нас разыграли этот момент. И 14-14 стоит. Здесь у нас выход уже под Б. Принимает у нас Рейлвей на пару с хардфиском. Тяжело, тяжело, конечно, после против Эмок стреляться. Но бустер. Свой хатшот дает. И еще один хатшот по Х5-ому. А это уже заявочка на переворот. Если бы и тут еще залетело. Да. Было бы круто, конечно. Но тут у нас падает Якиндар. Бустер один в три. Но это не момент для хайлайтов. Это, ну, можно сказать, наверное, ноунейма. Все за исключением дофкоста. Совершают сенсации. Да, по сути, ребята... Ну, там и Фловин много где поиграл. Там в юниках тех же. Но, в любом случае, в Virtus.pro игроки более именитые. И вот так вот Индейра играют на уровне с топовым коллективом. И даже могут переигрывать. С чем мы их и поздравляем. 16-14 на мираже. Это абсолютно заслуженно. Игра была максимально раунд в раунд. В какой-то момент я уже лично перестал верить в этот коллектив. Но, в любом случае, они смогли перевернуть и показать... Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.